Здравствуйте! Сегодня у нас шестой урок алгебры в девятом классе. Тема сегодняшнего урока – целое уравнение и его корни. Сегодня на уроке мы решим следующие задачи и достигнем такие цели, как познакомимся с понятием целого уравнения и степени целого уравнения, вспомним способы решения уравнений первой и второй степени, а также научимся решать целые уравнения методом разложения на множители. Прежде чем приступить к уроку, давайте вспомним, что такое целые выражения и запишем, что же называется целым уравнением. Целое выражение – это выражение из чисел и переменных, составленное при помощи знаков сложения, вычитание, умножение и деление на число, отличное от нуля, а также возведение переменных в натуральную степень. Целым уравнением с одной переменной называется уравнение, левая и правая часть которого – целые выражения. Любое целое уравнение можно преобразовать таким образом, чтобы все слагаемые находились в левой части, а в правой части остался только 0. Перед вами уравнение вида p от x равно 0, где p от x – это многочлен стандартного вида. Это будет нам важно при анализе степени целого уравнения. Степенью уравнения с одной переменной называется степень многочлена p от x, который представлен в стандартном виде. Если уравнение с одной переменной записано в виде p от x равно 0, где p от x – многочлен стандартного вида, то степень этого многочлена называют степенью уравнения. степенью произвольного целого уравнения называют степень равносильного ему уравнения вида p от x равно 0, где p от x – многочлен стандартного вида. Давайте с вами определим степень уравнения. Уравнение записано в виде 2x в квадрате минус 6x в пятой степени плюс 1 равно 0. В левой части данного уравнения у нас многочлен стандартного вида. В правой части у нас 0. Соответственно, степенью уравнения будет являться степень многочлена. Так как у нас присутствует x в пятой степени, значит, данное уравнение имеет пятую степень. Следующий пример. x в шестой степени минус 4x в кубе минус 3 равно 0. Здесь опять в левой части многочлен стандартного вида, а в правой части 0. Соответственно, степень многочлена будет являться степенью уравнения. Так как мы имеем максимальную степень переменной, равную 6, то данное уравнение – шестой степени. Следующее уравнение представлено в следующем виде. x, деленное на 2, вычесть x, деленное на 4 равно 5. Левая и правая часть не соответствуют тому виду, в котором мы можем определить степень уравнения. Давайте сначала приведем подобные в левой части и перенесем число 5 в правую часть. Теперь у нас слева многочлен стандартного вида, в правой части 0. Соответственно, степень переменной в левой части будет являться степенью уравнения. Так как x у нас в первой степени, то данное уравнение будет являться уравнением первой степени. Давайте с вами определим степень данного уравнения. 5x в кубе вычесть 5x умноженное на x в квадрате плюс 4 равно 17. Прежде чем определить степень уравнения, нам следует сначала раскрыть скобки, привести подобные и перенести все слагаемые в левую часть. Давайте раскроем скобки. 5x в кубе минус 5x в кубе, так как 5x умноженное x в квадрате равно 5x в кубе, и минус 5x умноженное на 4, то есть минус 20x. Число 17 также переносим в левую часть и меняем ему знак на противоположный. И все это равно 0. 5x в кубе и минус 5x в кубе взаимо уничтожаются. В левой части остается минус 20x минус 17 равно 0. Но давайте умножим все уравнение на минус 1. Уравнение от этого не потеряет смысл, зато мы избавимся от отрицательного коэффициента. 20x прибавить 17 равно 0. В левой части у нас теперь многочлен стандартного вида, в правой части у нас 0. Соответственно, степень многочлена будет являться степенью нашего уравнения. Так как переменная х у нас в первой степени, то и данное уравнение будет являться уравнением первой степени. Обратите внимание, до преобразования максимальная степень у нас была куб. Но когда мы привели многочлен к стандартному виду, мы получили только первую степень переменной, соответственно, это уравнение не третьей, а первой степени. Зачем нам нужно определять степень уравнения? Степень уравнения указывает на максимально возможное количество корней уравнения. Давайте вспомним. Так, уравнение первой степени, которое имеет вид ах плюс b равно 0, может максимально иметь только один корень. Уравнение второй степени или квадратное уравнение, которое в общем виде записано как ах в квадрате плюс bх плюс c равно 0, может максимально иметь два корня. Это будет зависеть от знака дискриминанта, как вы помните, то есть если дискриминант положительный, то уравнение имеет два различных корня. Если дискриминант равен 0, то уравнение имеет один корень. И если дискриминант отрицательный, то уравнения корней иметь не будет. Ну и, соответственно, уравнение третьей степени, записанное в виде ах в кубе плюс bх в квадрате плюс cх плюс d равно 0, может максимально иметь три возможных корня. Также можно сказать и об уравнении четвертой и более высоких степеней. Но мы с вами сегодня порассуждаем об уравнениях первой, второй и третьей степени в основном, так как для первой и второй степени вы уже знаете, как находить корни. Для уравнений третьей и четвертой степени формулы нахождения корней слишком сложны, но есть некоторые способы, которые позволяют найти корни, не прибегая к сложным вычислениям и запоминаниям сложных формул. Рассмотрим с вами решение уравнений первой степени. Если уравнение записано в виде ах плюс b равно 0, то корень данного уравнения будет находиться по формуле минус дробь, где в числителе b, а в знаменателе а. Но мы с вами знаем и несколько других способов решения уравнений первой степени. Давайте все их вспомним на трех данных примерах. Первое уравнение 3х минус 12 равно 0 решим при помощи указанной выше формулы. Чтобы найти корень уравнения, необходимо число минус 12 разделить на коэффициент при х и умножить на минус единицу. х равно 4, что и будет являться ответом нашего уравнения. Второе уравнение мы решим привычным способом, путем преобразований. Для этого неизвестные 2х оставим в левой части, а известное число минус 8 перенесем через знак равно и заменим ему знак на противоположный. Теперь нам следует разделить все уравнение на коэффициент при х. Разделим все на 2 и получим ответ х равно минус 4. Третье уравнение мы решим тем способом, которым вы решали уравнение еще в начальной школе. 7х равно минус 14. В левой части у нас произведение двух множителей, в правой число. х в данном случае будет являться неизвестным множителем. Чтобы найти неизвестный множитель, необходимо произведение разделить на известный множитель. Чтобы найти х в данном уравнении, нам нужно будет минус 14 разделить на 7. Ответом будет число минус 2. Теперь с вами рассмотрим решение уравнений второй степени. Уравнение второй степени имеет общий вид ах в квадрате плюс bх плюс c равно 0. Мы еще привыкли называть его квадратным, так как максимальная степень переменной квадрат. Формула для нахождения корней данного уравнения достаточно сложная. Максимальное возможное количество корней 2. И они находятся по следующей формуле. Минус b плюс минус корень квадратный из коэффициента b в квадрате за вычетом 4ac. И все это деленное на 2a. Так как данная формула достаточно громоздкая, то подкоренное выражение было принято вычислять отдельно. Вы привыкли работать с дискриминантом, который заменяет данное выражение. То есть конечная формула нахождения корней квадратного уравнения выглядит так. Минус коэффициент b плюс или минус корень квадратный из дискриминанта и деленное на 2a. Дискриминант в данном случае нам будет сразу говорить, сколько корней имеет каждое уравнение. Так, если дискриминант уравнения больше 0, то квадратное уравнение будет иметь 2 различных корня. Если дискриминант будет равен 0, то уравнение будет иметь 1 единственный корень. Но и если дискриминант меньше 0, соответственно данное квадратное уравнение корней не имеет. Рассмотрим данное свойство на примере. Мы с вами не будем решать квадратные уравнения. Мы попробуем проанализировать. Как в данном примере, при каких значениях p уравнение будет иметь 2 корня. Если вы помните, то уравнение квадратное имеет 2 корня, если у него дискриминант больше 0. Давайте сразу запишем выражение, которое будет обозначать нахождение дискриминанта. 6 в квадрате минус 4, умноженное на коэффициент а на 2 и умноженное на c. Вместо c у нас p. Вычислим, получим выражение 36 минус 8p. Так как наше уравнение должно иметь 2 корня, то данное выражение должно быть положительным. Если мы решим данное неравенство, то получим значение p должно быть меньше чем 4,1. Соответственно, уравнение будет иметь 2 корня при всех значениях p, которые меньше чем 4,1. При каких значениях следующее уравнение будет иметь только 1 корень? Опять давайте вспомним. Уравнение имеет 1 корень тогда, когда дискриминант равен 0. Найдем дискриминант, подставив значение имеющихся коэффициентов в формулу. 2p в квадрате минус 4, умноженное на 5 и умноженное на 5. Вычислим, получим выражение. Дискриминант равен 4p в квадрате. Вычесть 120. Так как наше уравнение должно иметь 1 корень, соответственно, данное выражение, обозначающее дискриминант, должно быть равно 0. Решим данное уравнение через преобразование. Перенесем число 120 в правую часть. Разделим все уравнение на коэффициент при p в квадрате на 4. Получим уравнение p в квадрате равно 25. И, соответственно, мы будем иметь 2 корня. Положительный, p равно 5, и отрицательный, p равно минус 5. Только при двух значениях параметра p наше уравнение будет иметь только 1 корень. Давайте с вами теперь попробуем решить уравнение х в кубе минус 8х в квадрате минус х плюс 8 равно 0. Данное уравнение уже не является ни линейным, ни квадратным. Это уравнение третьей степени. Но, как мы с вами сказали в начале, формула для нахождения его корней достаточно громоздкая. Поэтому давайте попробуем его решить доступными нам методами. Для этого разложим левую часть уравнения на множители. Посмотрите, мы можем вынести в первой паре слагаемых за скобку х в квадрате, а во второй паре слагаемых минус 1. Если мы вынесем х в квадрате за скобку, то внутри скобки останется х вычесть 8. Если мы вынесем во второй паре слагаемых минус 1 за скобку, то внутри скобки также останется выражение х минус 8. И все это равно 0. Теперь обратите внимание, х минус 8 у нас является общим множителем. Вынесем его опять за скобку. Тогда внутри скобки у нас останется х в квадрате минус 1. Данное произведение опять равно 0. Произведение двух множителей равно 0, если хотя бы один из данных множителей равен 0. Давайте каждый множитель приравняем к 0, решим отдельно уравнение и узнаем, при каких значениях переменной наше уравнение будет верным равенством. Если х минус 8 равно 0, то х1, первый корень нашего уравнения, будет равен 8. Это было линейное уравнение, мы решили его путем преобразований. Второе уравнение у нас неполное квадратное. Мы также переносим единицу в правую часть и получаем два корня. Один положительный, один отрицательный. х может быть равен как единице, так и минус единице. При всех трех значениях переменной х наше уравнение превращается в верное равенство. Это и будут наши ответы. Решим следующее уравнение. Это также уравнение третьей степени. х в кубе плюс х минус 4 равно 0. Но теперь разложить на множители мы его не можем. Используем для данного уравнения другой метод. Решим его графически. Для этого представим данное уравнение в виде х в кубе равно 4 минус х. Мы перенесли слагаемые х и минус 4 в правую часть и изменили им знаки на противоположные. Теперь, если мы разделим данное уравнение по знаку равно на две функции и построим их графики в одной координатной плоскости, то точки пересечения данных графиков и будут являться корнями нашего уравнения. Приступим к построению. Первая функция у равно х в кубе имеет график кубическую параболу. Он построен на чертеже. Вторая функция у равно 4 минус х это уравнение прямой. Посмотрите. Точка пересечения двух графиков будет иметь координаты. Абсцисса точки пересечения приблизительно равна 1,4. Так как графический способ не является достаточно точным, то мы оставим знак приблизительно равно и в ответе. Корнем нашего уравнения будет число приблизительно равное 1,4. Рассмотрим следующий пример. х в квадрате минус 3 в квадрате вычесть 14 умноженное на х в квадрате минус 3 плюс 13 равно 0. Данное уравнение после раскрытия скобок будет иметь четвертую степень. Решить его при помощи формулы нахождения корней уравнения будет очень сложно. Мы с вами используем другой метод для нахождения корней данного уравнения. Это метод введения новой переменной. Как вы видите, в левой части переменную содержит только выражение х в квадрате минус 3. Давайте с вами данные одинаковые выражения заменим новой переменной t. Тогда наше уравнение будет представлено в виде t в квадрате минус 14t плюс 13 равно 0. Решим данное уравнение через дискриминант. Это квадратное уравнение. Дискриминант у нас положительный. Значит, оно будет иметь два действительных корня. Это числа 13 и 1. Теперь мы с вами можем произвести обратную замену, чтобы вместо t найти переменную х. Для этого в уравнении х в квадрате минус 3 равно t заменяем t на число 13. Но и у нас будет второе уравнение, где вместо t стоит второе число 1. Решим данное уравнение. Так как первое уравнение неполное квадратное, мы решаем его путем переноса числа 3 через знак равно в правую часть. Получаем равенство х в квадрате равно 16, которое будет иметь два корня х1 равное 4 и х2 равное минус 4. Также решаем и второе уравнение. Переносим число 3 через знак равно и меняем ему знак на противоположный. получаем равенство х в квадрате равно 4 и еще два корня. 2 и минус 2. Таким образом, наше уравнение будет иметь 4 корня. 4 минус 4, 2 и минус 2. Рассмотрим еще один пример и еще один способ решения уравнений. Решим уравнение у в четвертой степени минус у в кубе минус 16 у в квадрате плюс 16 у равно 0. Данное уравнение четвертой степени. Максимально возможное количество корней соответственно 4. Давайте попробуем их найти. Для этого разложим левую часть нашего уравнения на множители. Сгруппируем первые два слагаемых и вторые два слагаемых. Вынесем у в кубе из первой пары слагаемых за скобку. Тогда внутри скобки у нас останется у минус 1. У второй группы мы вынесем за скобку минус 16 у и получим второй множитель также у минус 1. Все это равно 0. Теперь мы можем опять вынести общий множитель у минус 1 за скобку. А внутри скобок у нас останется у в кубе и минус 16 у. Все это равно 0. Второй множитель у в кубе минус 16 у также можно разложить на множители если мы вынесем у за скобку. И теперь уже третий множитель у в квадрате минус 16 мы опять можем разложить на множители по формуле сокращенного умножения. Получаем в левой части нашего уравнения произведение 4 множителей у, у минус 1, у минус 4 и у плюс 4 в правой части 0. Произведение равно 0 тогда, когда хотя бы один из множителей равен 0. И если мы каждый множитель приравняем к 0 и решим линейное уравнение, то получим 4 корня. 0, 1, 4 и минус 4. Как и говорили в начале, уравнение четвертой степени и мы получили 4 действительных корня. Давайте теперь подведем итоги урока. Сегодня мы с вами познакомились с понятием целого уравнения и степенью целого уравнения. Также мы вспомнили способы решения уравнений первой и второй степени и научились решать целые уравнения методом разложения на множители. На этом наш урок окончен. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok